Граница всегда была объектом повышенного внимания, ведь у многих соблазн провести контрабанду и получить легкие деньги сильнее благоразумия. В воскресенье, 26 июля, в пункте пропуска Берестовица, гродненские таможенники задержали сыр и не пару головок, а целых 20 тонн. Его перевозили в грузовике литовской фирмы, который следовал из Германии. Дело в том, что по документам был заявлен заменитель молочного жира, а на деле оказался сыр с благородной плесенью. В результате таможенного досмотра выявлен товар, не соответствующий заявленному в документах. Вместо заменителя молочных жиров фактически перемещался сыр общим весом более 20 тонн. К слову сказать, более тонны сыра известны гурманам дорогостоящий голубой сыр с плесенью. 20 тонн сыра оценили в 1,8 млрд рублей. Сейчас товар задержан. Проводятся проверочные мероприятия и экспертиза. Не менее серьезный груз задержали и в пункте пропуска привалка. Два жителя Гродно на автомобилях-близнецах марки BMW пытались в тайнике перевезти 850 пачек сигарет. В результате сканирования автомобилей оказалось, что кроме сходства транспортных средств, одинаковым является и способ сокрытия товаров от таможенного контроля. Пустотелом пространства под декоративной панелью задних звуковых колонок, образованным между задней частью кузова автомобиля и багажником, обнаружены сокрытые от таможенного контроля табачные изделия в количестве около 17 тысяч штук сигарет. Сейчас оба автомобиля и табачные изделия общей стоимостью более 220 млн рублей изъяты. По законодательству такие меры были бы приняты независимо от количества или стоимости незаконного товара. Кстати, перевозчики-нелегалы становятся все более изобретательными. Например, они научились делать высокотехнологичные тайники, для доступа к которым нужны особые знания в электромеханике. Еще весной пункт пропуска Привалка пытались пересечь два таких микроавтобуса. На днях решением суда автомобили были конфискованы. Стоимость каждого из них около 600 млн рублей. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+.